Первый канал продолжает серию репортажей о предметах и явлениях, которые изменили нашу жизнь, и которые в этом году отмечают юбилей. Сто лет назад был изобретен лак для ногтей. Какими были его первые оттенки? Какой лак самый дорогой в мире? И при чем тут автомобили? Об этом не только наш американский сапкор Жанна Агалакова. Наверное, трудно предположить, но между этим флакончиком и автомобилем есть много общего. Дело в том, что первый лак для ногтей был создан как раз на основе автомобильной краски. Американский химик и предприниматель Нортон Уоррен предложил по-новому ее использовать, лишь слегка усовершенствовав формулу. Маникюрные салоны уже существовали в Нью-Йорке в начале прошлого века. Но тогда ногти только красиво подрезали и полировали особой замшей. Настоящий бум маникюрного дела начался с 916-го, когда Уоррен запатентовал свое открытие. Первый лак был пастельно-розовым. Но даже когда в него научились добавлять разные пигменты, красные ногти долго считались вызывающими. Звезды Голливуда и цветная кинопленка ввели в моду яркий лак и помаду в тон. Теперь палитра бесконечна. Этот цвет такой необычный, даже не знаю, как его назвать. Он мне сразу понравился. Темный для зимы, а для лета зеленый. Но к нему так трудно платье подобрать. Обычно я использую более естественные, нейтральные оттенки. Но по особым дням можно вот-вот что-то вроде этого. Поярче, повеселее, как сейчас. Но такой маникюр только на праздники. Я выбираю сумасшедшие цвета. Несколько десятилетий формула лака практически не менялась. Он держался всего пару дней, долго сух. Женщина, дующая на ногти. Типичный образ модницы и белоручки. И не только в советском кино. Умница моя, золотой ты мой мальчик. Сейчас на обычный маникюр уходят считанные минуты. Появился даже лаг в баллончике. Встряхнул, брызнул, лишнее смыл. Накладные ногти, декоративные вставки, художественная роспись. Искусство маникюра и впрямь становится искусством. На курсах мастеров ногтевого сервиса, так формально называется эта профессия, учат рисовать настоящие миниатюры. Пейзажи, портреты, создавать объемный дизайн. Все это и на каждый день, и для особого случая. Как жестовская роспись, например. Для меня эта роспись самая красивая, на вид самая дорогая. Больше всех мне нравится. В интернете существуют десятки тысяч блогов, посвященных маникюру. И в них обсуждают не только технику нанесения лака. У тебя есть парень? Нет, нету. Ты хочешь длинный или покороче? Покороче, пожалуйста. Милая, вот потому-то у тебя и нет парня. Сто лет назад было всего три оттенка лака. Сейчас более трехсот. Только в США этих разноцветных флакончиков производят на 750 миллионов долларов в год. А в целом оборот этой индустрии превышает 9 миллиардов. Самый дорогой лак стоит 250 тысяч долларов. И в нем содержится настоящий черный бриллиант. Жанна Агалакова, Борис Леонов, Регина Мещерякова и Ксения Гомонова. Первый канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова